Впервые в ежегодной серии «Книги славы и достижений. Пишем историю вместе» опубликован уникальный материал о возникновении города Раменское и о наших известных земляках, купцах Малютинах и князе Голицыне. Рассказано о строительстве железной дороги Москва-Коломна и о преобразовании рабочего поселка Раменское в город. Летописцы из каждого поселения района кратко изложили основные события 2016 года дополнив их фотографиями. Город Раменское отметил 90-летний юбилей. В поселке Ильинский появилось новое футбольное поле, в Кратово провели семейный фестиваль. Творческий коллектив «Северянка» из Никоновского прославил район, став лауреатом нескольких фестивалей, а в Ульянино осветили новый храм. Это лишь малая часть тех событий, которые приятно вспоминать, листая страницы книги. Слава Богу, что на нашей малой родине так много хороших, умных, трудолюбивых, добросовестных людей. Вот здесь, в этом же зале, широкое представительство наших приселений, руководителей, главы, депутаты, руководители организаций, учреждений, простые круженики, очень неравнодушные люди, которые по-настоящему любят Раменский край. Вы представляете трудовые коллективы, которые своим трудом продолжают вносить репту, славу и достижения Раменского района. В книгу вошли очерки о людях, предприятиях, культурных учреждениях района. Кто-то увидит на страницах знакомый портрет воспитателя или учителя и порадуется его достижением. Есть люди, которые занимаются очень важными, я считаю, вопросами, но они не видны. И вот здесь как раз вклад этого человека в нашу жизнь, в то, что происходит вокруг нас, очень и очень большой. И вот здесь как раз очень важно показать такого человека, а и большинство таких людей. Показать весь тот вклад, который человек вносит в развитие нашего района, в нашу жизнь. Показать, что этот человек делает, как это делает, сколько сил он дает и что ему это стоит. И вот как раз Ирина Степановна удалось в своей книге «Книги славы и достижения Раменского района» нас всех, тех людей, которые делают очень важные вещи, но не видны публично, рассказать об этих людях и показать, в общем-то, что и как, и чем человек живет. Это просто люди, которые любят жизнь, любят наш район, любят жить с наполнением, иметь каким содержанием, дело служит содержательное, интересное и значимое. Отдельная глава книги «Слава и достижения» посвящена героям Великой Отечественной войны. Среди славных людей Рамени в шестом выпуске книги авторы расскажут, например, о поэте Евгении Антошкине, о военном летчике, о ныне педагоге Павле Анатольевиче Корчагине, о девочке из Гжели Надежде Туляшевой, которая сегодня директор школы, и о многих других наших земляках, интересных, трудолюбивых людях. Вы создали удивительную атмосферу и какое-то правильное отношение к жизни. Я не первый раз бываю в вашем городе, я встречаюсь с журналистами, и я могу сравнивать, я бываю в других муниципальных образованиях нашей области московской, не везде так. А вы создали правильную какую-то атмосферу и правильное отношение к человеку. И мне очень хочется, чтобы мои коллеги-журналисты, молодые люди, которые входят в эту жизнь, поняли и оценили это. Летопись следующего тома книги уже ведется, но еще не завершена. Ведь в нее войдут события 2017 года. А одной из ведущих тем следующего издания станет «Экология». Андрей Пластунов, Елизавета Скрябина. Для программы «Городские вести».